Информационный час на телеканале НТМ продолжает программа «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. Здравствуйте! В Мордовии перед судом предстанет директор общества с ограниченной ответственностью Крафт Сергей Плотников, которого обвиняют в крупной финансовой махинации. По версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года гендиректор Мордов Автодора Дамир Валеев договорился со своим заместителем и директором Крафта провернуть финансовую аферу. Компаньоны составили фиктивные договора субподряда по содержанию автомобильных дорог. Не выполняя никакой деятельности, фирма предоставляла заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. В карманах горе-предпринимателей едва не осели почти 5,5 миллионов государственных рублей. Уголовное дело в отношении Плотникова направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет неволе со штрафом до миллиона рублей. В Мордовии завершено расследование еще одного громкого уголовного дела. На этот раз его фигурантом стал 38-летний житель Торбеевского района. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть. По данным следствия, 22 февраля текущего года в селе Жуково Торбеевского района между двумя мужчинами возникла ссора из-за неотвеченного телефонного звонка. Обвиняемый избил своего оппонента, от чего потерпевший скончался спустя двое суток. Следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Еще одна трагическая новость пришла из Дубенского района. В поселке Свиносовхоз обнаружили тело 59-летнего Василия Грузунова. Мужчина некоторое время числился пропавшим без вести. Как выяснилось позже, он повесился в лесу в нескольких километрах от деревни, что стало причиной трагедии. Предстоит разобраться правоохранителям. В ИК-14 регионального УФСИН осужденные женщины подготовили театральную постановку «Алиса в стране чудес». Костюмы и декорации изготовили сами заключенные. Нарушительницам закона удалось полностью раскрыть замысел сюжета. Женщины показали высокий актерский талант. Проведение таких мероприятий позволяет осужденным развивать умение держаться на сцене и раскрывать свои таланты. А вот в исправительной колонии номер 4 прошел день открытых дверей с приглашением родственников осужденных. Гостям была предоставлена возможность познакомиться с условиями содержания заключенных. Посетителям показали жилые помещения отрядов, библиотеку, храм и столовую. После небольшой экскурсии нарушители закона смогли пообщаться со своими близкими. Кроме того, родственники осужденных побеседовали с представителями администрации учреждения. 16 мая в Саранске на несколько часов изменится схема движения маршрутного транспорта. Коррективы в маршрут автобусов и троллейбусов внесет третий тестовый матч. На этот раз Мордовия сыграет с командой «Сызрань-2003». На стадионе за игрой будут наблюдать 44 тысячи человек. Это в два раза больше, чем на втором тестовом матче. Как и раньше, стадион распахнет свои двери за два часа до игры, а за три часа до нее с 16.00 автобусы и троллейбусы проедут по непривычным маршрутам. Отметим также, что изменения в маршрутах коснутся и предстоящих игр в рамках проведения чемпионата мира. Транспортная деятельность в этот период является многоуровневой. На въездах в город осуществляется строительство двух перехватывающих парковок, которые будут расположены в районе Лямберского шоссе и на восточном обходе Саранска. Весь фоновый транзитный транспорт, в котором следуют иногородние жители, будет размещаться на данных парковках, и откуда болельщики будут доставляться к объектам чемпионата с использованием автобусов-шаттлов. В соответствии с постановлением администрации городского округа Саранс номер 838, в дни матчей ограничение движения транспортных средств будет вводиться по границам предварительного транспортного периметра с нуля часов, именно в день матчей. Теперь наша постоянная рубрика «Внимание, розыск!». В Мордовии разыскивается Кавтайкин Геннадий Владимирович, 1970 года рождения. Мужчина пропал в апреле текущего года. Сейчас родственники и правоохранители пытаются установить местонахождение разыскиваемого. Если вам что-либо известно о человеке, фото которого вы видите сейчас на своих экранах, просьба сообщить по телефону 8-927-175-78-32, 8-996-960-60-08. На сегодня это все. Следите за самыми интересными новостями Республики в наших социальных сетях, а также на YouTube-канале Народного телевидения Мордовии. С вами была Анастасия Целигина. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь на НТМ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин